Планерка на этой неделе началась с ручения нескольким руководителям памятных медалей и грамот за вклад в подготовку и проведение Всемирной летней универсиады в Казани. После торжественной части участники традиционной утренней встречи заслушали информацию об оперативной обстановке в городе. Так, за прошедшие семь дней совершено девять преступлений, большинство из них кражи и грабежи. Семь преступлений раскрыты, одно из которых из числа ранее совершенных. На дорогах Чистополя зафиксировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести. 604 человека привлечены к административной ответственности, 17 из которых родители, не исполнявшие своих обязанностей. Эту ситуацию заместитель руководителя исполкома района Владимир Пещеров, который проводил планерку, попросил взять на особый контроль. Также все собравшиеся были проинформированы и о работе Чистопольской центральной районной больницы. Были озвучены итоги деятельности ЦРБ за прошедшие пять месяцев и планы на будущее, среди которых начало строительства детской больницы, что стало возможным благодаря поддержке местного руководства и временно исполняющего обязанности президента республики Рустама Миниханова. Обсудили на совещании и санитарно-эпидемиологическую обстановку в Чистопольском районе. Она на сегодняшний день остается стабильной. Особую озабоченность у сотрудников Роспотребнадзора вызывают места массового купания горожан. Несмотря на запрет, чистопольцы продолжают принимать водные процедуры на территории городского пляжа. По словам специалистов, вода там не соответствует всем санитарным требованиям. Владимир Пещеров пообещал заняться этим вопросом и, возможно, уже этим летом чистопольцы смогут отдыхать на цивилизованном пляже. Зашла речь на утренней встрече и о ходе работ в хозяйствах района. Сегодня во всельских господприятиях полным ходом идет заготовка кормов.